Всем привет! Хочу похвастаться очень интересной находкой. Происхождение пока не буду раскрывать, но факт того, что... Смотрите, какую прелесть удалось достать. Перед вами лежат талоны. Талоны у нас написано LPK. Это Лениногорский поликомбинат, полиметаллический комбинат. А сейчас это у нас город Ридер. И перед вами три вида талонов. Давайте покажу поближе. Вот талон на приобретение продуктов. Они односторонние на газетной бумаге, но, как видим, в нескольких слоях печать сделаны. Талон на приобретение обуви. И талон на приобретение галантереи. Обратите внимание, вот три вида талонов. Если кто не помнит, то в советское время огромное количество продуктов было недоступно для работников. То есть был дефицит продуктов. И для того, чтобы эти продукты приобрести, вот, в частности, надо было получить... Обычно это передовики производства, там еще что-то. Вот, то есть какие-то достижения. И ты мог получить такой талончик. И пойти, вот, например, по талончику на продукты приобрести пять килограмм мяса. Конечно, это было не отборное мясо, но, тем не менее, в магазине его просто не было. Либо приобрести, допустим, обувь. Вот я, например, сам прекрасно помню, что отцу как-то, как передовику производства, тоже дали на шахте нечто подобное. И ему по этому талону он решил приобрести себе туфли кожаные. Он присмотрел хорошие кожаные туфли. По-моему, производство то ли в Венгрии, что-то такое. То есть странный соцлагеря, очень хорошая, качественная обувь. Но дело в том, что в Абайе они были коричневого цвета, а он хотел черного цвета. А в Караганде в магазине точно такой же фасон был, но черного цвета. И вот отец, я помню, вот по такому же тоже талончику в Абайе съездил в Караганду, договорился в магазине в Абайе. Получается, приобрел в одном городе, привез в другой город, поменял. И в итоге как бы приобрел себе туфли черного цвета, как он любил. То есть, ну, вот такие вот были парадоксы. И та же галантерея. Если кто помнит, что тот же диван, кресло, ковер, палас. Можно было приобрести только если тебе давали талон. И ты стоял там, либо ты был под запись в очередь, либо ты приходил с таким талоном и приобретал. Тоже помню, вот мы квартиру, когда новую ждали. И нам нужно было, и мы заранее тоже узнавали, получается, в мебельном магазине. Во-первых, мы хотели приобрести палас. И во-вторых, нам нужны были кресла. И шел комплект белорусской мебели. То есть, диван и два кресла. Вру. Нам кресло не нужно было, нам нужен был диван. Но пришлось ждать людей, которым нужны были кресла. Нам просто диван в старую квартиру влазил, а кресло некуда было ставить. Просто физически в двухкомнатной. И приходилось тоже вот так договариваться. Приходили искать других людей. И вот такой, как бы, своеобразный был, кооперация была. Они получили свои два кресла, приобрели. Мы приобрели себе новый белорусский диван. И вроде как все довольны и счастливы. И вот у одного человека сохранились такие прелестные талоны. Я вот у него их некоторое количество приобрел себе. Как видим, они не заполнены. Естественно, тут заполнялась, писалась фамилия, имя, отчество. Номер цеха оставился. Штамп. И только тогда он, соответственно, как бы, этот талон был, как бы, пригоден к использованию. Но, тем не менее, очень ценные предметы для коллекции. Для тех, кто собирает вот именно такие предметы. Я считаю, очень интересные предметы. И вот хвастаюсь своим приобретением. Так что, пишите в комментариях свои воспоминания об этом замечательном периоде. Многие сейчас говорят, что давайте вернемся в СССР. Ну вот, прежде чем говорить о том, что давайте вернемся в СССР, давайте вспомним, как туфли, ковры, паласы, диваны мы покупали. И даже мясо покупали вот под таким талоном. И это еще были, в принципе, достаточно благополучные 80-е годы. Это были не 90-е годы, когда уже начался развал. И началось обесценивание рубля советского. Это были благополучные 80-е, брежневские, брежневский застой, как говорят. Так что, пишите свои воспоминания, пишите свои впечатления. Ну и, если у кого-то есть подобные предметы, тоже пишите в WhatsApp, в шапке канала. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok